Здравствуйте! С вами программа «Светлые отношения» и я, Вселена Светлая. Когда нарушаются внутренние границы в паре, некомфортно ни нам, ни партнеру. Как установить баланс между «да» и «нет» в отношениях мужчины и женщины? И о мужском аспекте этого вопроса сегодня продолжаем разговор с моей гостьей. В студии «Светлых отношений» Светлана Липинская, психотерапевт в области телесной, танцевально-двигательной и психотравматерапии. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Продолжая разговор о внутренних границах, хочется узнать, как могут проявляться нарушения внутренних границ у мужчины. Возможно, это тоже какие-то ощущения, либо его поведение. Мужчина, в принципе, он более сильный по своей природе и очень часто он может довольно агрессивно реагировать на то, что ему не нравится. Ну, я бы сказала так, что мужчины, да, действительно, иногда чаще выбирают такую стратегию поведения, нападать, потому что они сильнее по… Ну, это не факт, это не обязательно. То есть есть мужчины, которых женщины бьют, и они как бы с этим соглашаются. Вот, поэтому, но в любом случае самым важным таким моментом является осознавание. То есть если для мужчины женщина ценна, с которой он в отношениях, то очень важно понимать, что я делаю, анализировать, да. То есть для мужчин анализирование, оно более природно, нежели для женщин, что женщины по природе более эмоциональны, и они сначала делают часто, потом думают. Ну, это опять-таки, не будем говорить, что это все, но по природе мы более эмоциональны. Мужчины более рациональны, это природа нас так придумала, поэтому здесь ни хорошо, ни плохо. Вот, поэтому думать для мужчин важно, и анализировать просто свое поведение. Что я делаю, если я кричу на эту женщину или там манипулирую ею, то зачем я это делаю? Я действительно, она для меня не ценна. Ну, если не ценно, ради бога, сейчас уже не средние века, когда ты там все, женился, и все, только смерть разлучит нас. Разойдитесь, не мучайте друг друга. Но если я делаю это, не хочу этого делать, тогда это есть сигнал для мужчины, что что-то здесь не так, что я, скорее всего, решаю какие-то свои проблемы за счет более слабой половины. Это может быть также и детям отношение, да, то есть как бы на детей срываться, кричать, бить и так далее. Вот, поэтому самое первое это то, что нужно анализировать просто, что я делаю. Кстати, другой, другая сторона медали этого вопроса, когда мужчина из-за желания угодить женщине, учитывая восхищение перед ней, ну, действительно искреннюю любовь, ему неудобно сказать ей нет. И он таким образом наступает себе на горло и удовлетворяет ее потребности в ущерб своим. Это же прямое нарушение своих границ с самим же мужчиной. Почему это происходит? Почему это происходит? Ну, во-первых, в продолжении нашего разговора, мужчина привык наступать себе на горло, и женщина только повод для того, чтобы это сделать. Хороший, красивый повод, да, хорошо пахнущий, но это всего лишь я привык это делать. И период влюбленности, период такой романтики, он это делает с удовольствием, в кавычках, то есть он не замечает, что... Но когда проходит вот этот конфетно-букетный период, он это будет продолжать делать, будет раздражаться и может поменять стратегию какую-то, может продолжать так вот таким, мы называем мужчин этих подкаблучниками, да, то есть он начнет, и женщина почувствует... Он почувствует, скорее всего, он привлечет такую женщину к себе, то есть мужчина, который привык к своей песне наступать на горло, он привлечет женщину, которая умеет наступать на горло, то есть всегда невротики поруются, вот, и она будет очень хорошо его, ну, подавлять. Вот, и равно как наоборот, мужчина агрессивный, нападающий, он всегда найдет женщину-жертву, потому что если женщина тоже нападающая, то это будет просто итальянская семья, где люди просто будут драться, лбами сталкиваться, да, то есть это будет и то, и то будет нездоровые отношения, просто по-разному они будут проявляться. Кстати, есть еще такой эффект, тоже недавно столкнулась с этим, слышала об этом, о том, что вот в начале отношений, да, люди все делают вместе, и это действительно так, все вместе, и туда ходим, и туда, если женщине нравится то, куда там места, которые посещает мужчина, она будет с ним это делать, ей нравится занятие его, она присоединяется, он, в свою очередь, делает то же самое, то есть вообще границы стираются, такое полное слияние. Потом, все-таки уже там, пусть еще не каких-то месяцев, все-таки люди понимают, что надо как-то очерчивать свои границы, все-таки возникает желание делиться, думать о себе, о своих целях, и вот здесь часто тоже могут возникать проблемы, потому что есть привычка, она сформировалась, и мужчина не может понять, что происходит, почему она меньше смотрит на меня каждую секунду восторженными глазами, что же это такое, я же уже привык, почему, как это, у нее там еще книжки какие-то появились вдруг. Опять-таки это есть, то есть период влюбленности, как подростковый период, как период старости, они активизируют наши неврозы, то есть мы становимся в меньшем ресурсе, то есть мы не заземлены, и часто люди вот в этот период влюбленности, они хотят как бы понравиться, мы хотим, это социальная наша потребность, и тут вот объект обожания, и я готов вот как бы раствориться, но на самом деле, если мы возьмем историю, то этот человек в принципе просто, они гиперболизируются эти процессы, на самом деле он и так готов отказаться от своих границ, просто это есть хороший повод, но часто мы просто влюбляемся в некий образ, который мы сами себе придумали, то есть мы видим и тот, кто перед нами, он тоже показывает свои лучшие стороны, потому что мы хотим понравиться, и это действительно замечательный период, но этого периода, когда я работаю с клиентами, в нашей культуре нету, ну как бы традиции строить отношения, у нас есть традиция вляпываться в отношения, да, как бы оказался в отношениях, проснулся, и я уже в отношениях, то есть мы не умеем строить, вообще у нас плохо, мы разрушать можем, а вот строить надо учиться нам, да, то есть вот этот влюбленный период, он важен не только тем, что мы показываем, и это нормально, мы хотим понравиться, для нас это важно, но прежде всего нам нужно, это знакомство, в котором функции обязательно это, обговорить правила, ценности, как мы будем достигать этих ценностей, это пропускается у нас, этому никто не учит, и поэтому мы вот просто влюбились, и как два маленьких ребенка, знаете, такие, а, там лошадка, и я хочу на ней попрыгать, или там на аттракционе, и я совершенно не знаю, ни техники безопасности, А какая техника безопасности? Обсудить правила, по которым мы будем жить, ценности, потому что на чем обычно горят люди, границы, а как мы себе видим эти отношения, имеем ли мы право на свое, на книжки, на тренинги, на рыбалку, на друзей, это есть ценностные вещи, это есть культуральные вещи, это то, что, ну, это как свои дома, знаете, вот если они не совпадают, отношения сгорят, не сейчас, потом, сейчас у нас есть привычка, ну, как бы не обращать внимания, да я как-то сама, сам себе наступлю на горло, ладно, лишь бы моей любимой было хорошо, но время же, как бы, расставляется у нас свои места, и когда мужчина нашел женщину и не обсудил с ней вот эти правила, потому что одно и то же слово и одни и те же, как бы, даже ценности, они могут по-разному достигаться каждым, понимаете, например, вот деньги, семья, дети, родители, культура, страна, какие-то вот такие вещи, жизнь, вообще, как мы к этому всему относимся, это такой уровень ценностный, да, мировоззрение, и если даже ценности у нас одинаковые, ну, мы как-то думаем, плюс-минус считаем одни книжки или там что-то похожее, ходим на похожие тренинги, но мы можем по-разному достигать этого, и один считает, например, что можно, там, я, вот, я этого хочу, и я это делаю, ну, как бы, вот, нарушая чьи-то границы, а другой говорит, не, подожди, мне так не подходит, но мы не обсуждаем это, и вот тогда, если это не обсудили, ну, как говорят, знаете, повезло, так повезло, ну, хорошо, да, люди, и как бы, ну, попались люди так, что они, ну, как-то интуитивно это чувствуют. Попались, знаете, можно попасть во что-то, да, поэтому я за то, чтобы эти процессы делать осознанными, то есть вот во время влюбленного периода, и это период, чтобы был ресурсным, нужно научиться обсуждать вот эти все вещи, не бояться об этом говорить. На Западе они пошли дальше, они вообще заключают контракт брачный, это очень хорошая штука, у нас это, конечно, ой, ну что вы, это так, вроде как практично. Да, как бы рациональное такое отношение к паре. А я хочу сказать, что это все нужно делать в рамках здравого смысла, естественно, но это очень важные вещи, потому что они настолько привыкли к тому, что их границы важны, их государство уважает, их собственность, границы, мнения, их слышат политики, они к этому привыкли, они не понимают, как это, это наша ценность, наше достоинство, а мы привыкли к тому, что нас не ценят, и мы поэтому даже не обсуждаем. Многие же люди идут на работу, они даже не спрашивают, сколько им заплатят. Они просто рады, потому что меня взяли, ой, как хорошо, а потом оказывается, блин, мне так неудобно просить повышение, это как-то не, 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 это точно так же в семье происходит. Мне что-то неудобно, и я не могу сказать нет, я не могу сказать, знаешь, мне это не, ну не нравится это. А как мужчина может, если он понимает, что ему неудобно, да, и вот он даже научился фиксировать этот момент, предположим? Давайте я вам скажу, вот их пять простых вещей, по которым может мужчина, или, допустим, ну любой человек, в принципе, идентифицировать, что, как он реагирует. Это еще никакая не терапия, это просто, знаете, анализ такой, что надо... Если меня о чем-то просят, и я хочу это сделать, я говорю да, и это будет здоровое да. Это вот, то есть, как я буду знать, что я, ну, то есть, я не против, я комфортно себя чувствую, я не раздражаюсь, мне там не тошнит, ни голова не болит, то есть, да, я могу это сделать, ты меня просишь, не вопрос. Если меня о чем-то просят, я говорю да, но мне некомфортно, то есть, некомфортно на уровне тела, мне портится, как бы, я, ну, как-то, какая-то тяжесть, или неудобно, или раздражение на уровне эмоций, или, там, апатия, или грусть, или вообще какая-то эмоция некомфортная для меня, да, и телесная, это может быть головная боль, это может быть, тоже опять-таки сжатые кулаки, это может быть, то есть, я как бы себе наступил на горло, я сказал тебе да, но, на самом деле, я этого не хочу делать, вот то, о чем вы говорили, да, тогда это будет нездоровая, да, третье, если меня о чем-то просят, я не хочу этого делать, я говорю нет, и мне комфортно, это здоровая нет, и нам важно научиться говорить здоровая нет, без чувства вины, кстати, это очень важно, а вот если, это уже четвертое, если меня просят, я говорю нет, ну, решаюсь на это, но у меня чувство вины, я обижен, я жертвой себя чувствую, у меня там, ну, как бы, неприятно телесно, я потом долго думая об этом, зависаю, то есть, я себя обвиняю, я себя ругаю, критикую, зачем я это сделал, почему я отказал, это нездоровая нет, и пятый аспект, это правда нет, пятый аспект, если меня просят, я этого не хочу делать, но я могу это сделать, то есть, как бы, в моих планах это не было, я говорю тебе да, это будет компромисс, о которых мы говорили, но, здесь очень важное но, то, что, если это делать постоянно, если партнер будет злоупотреблять, вот этим моим, то есть, у меня сегодня не было желания, например, идти в театр, но мой муж хочет пойти в театр, потому что он там нашел какие-то билеты, я, в принципе, свободна, я оцениваю реально, как бы, да, я не против, я, как бы, я говорю, окей, пошли, то есть, я не против, я не планировала, это не было моим желанием, это было его желание, но у меня, в принципе, складывается так, что я могу это сделать, но если мой муж, каждый раз, будет тащить меня туда, куда я не хочу, и я буду говорить, да, то это будет, возвращаемся к первому пункту, это будет нездоровое, да. И тут, кстати, мужу можно тоже включиться, да, вот, чтобы это был двухсторонний процесс, когда люди уже осознали важность внутренних границ, да, и в ключе мужского контекста, нарушение любимой женщины, ее границ, да, то здесь мужчина тоже может быть внимательным, и присмотреться, женщина, как женщина говорит, да, говорит она это спокойно и легко, либо она говорит, говорит это с каким-то легким напряжением, с сомнением, честно, лично у меня огромное уважение к таким мужчинам, я очень благодарна своему мужчине за то, что он всегда это отслеживает, потому что есть у меня тоже эти вопросы, когда хочется действительно, как-то ему приятно, и чтобы он рад, я рада, но на самом деле, ему огромное спасибо за то, что он всегда смотрит, ты действительно того хочешь, мы действительно сейчас туда едем, ты там в состоянии, ты не сильно устала, то есть здесь мужчина может тоже поддержать женщину, обязательно, то есть вот эта чувствительность невербальна, это уже говорит о том, что у человека, ну как бы выстроены свои границы, то есть он понимает, что с вами происходит, чтобы понимать другого, нужно прежде всего научиться понимать себя, и мужчина, который, или женщина, которая видит в другом, что он соглашается, но не очень хочет, это точно про невербальную коммуникацию, то есть это по выражению, по каким-то микродвижениям лица, телесно, то есть он видит, что вы идете, ну как бы не очень хотите, и он это проговаривает, то есть это такой высокий уровень самоосознавания и осознавания вообще, потому что, чтобы эти вещи замечать, нужно иметь на это ресурс внутренний, то есть я достаточно заземлен, достаточно как бы доверяю себе, что я вижу даже в другом человеке, то что, ну может быть ему там, ну смотря какой период, и действительно это очень важно отслеживать, поэтому я думаю, что ваш мужчина, он просто на таком высоком уровне уже, и это то, к чему мы стремимся, собственно, да, в семье, потому что это два совершенно чужих человека, это два человека с разной историей, с разными, ну вообще как бы, привычками, привычками, поведением, и только любовь, это повод быть вместе, и вот эта любовь, она нам открывает сердце, но очень важно быть чувствительным друг к другу, но не стать уязвимым, потому что, когда мы уязвимы, то мы не защищены, мы в опасности, и тогда мы будем, если мы это привыкли делать, как бы открываться навстречу, и тогда все заходят и расставляют мебель в нашей квартире, нас это будет рано или поздно раздражать, и вот это моя личная проблема, а тут уже вопрос не в том, что женщина как-то себя плохо ведет, или неправильно, а в том, что я сам позволяю, знаете, как говорят, нельзя человека обидеть, можно только обидеться, я позволяю себе обидеться, я привык обижаться, и я притягиваю к себе ситуацию, в которых меня могут спровоцировать обидеться, вот, поэтому то же самое про раздражение, то же самое про другие социальные эмоции, стыд, там, вина и так далее, то есть чаще всего, если вот эти пять пунктов мне помогают, я понимаю, что я все равно делаю, наступают свои песни на горло, тогда лучший вариант это психотерапия, это не, это не, ну, как бы не надо бояться этого, вы же идете к стоматологу, когда у вас болит зуб, и мы считаем, что это нормально, или там, ну, к любому врачу, правда, если что-то болит, но и точно так же, если у нас болит душа, или мы не понимаем, что с нами происходит, мы идем к психотерапевту, это нормально, то есть на Западе это уже стало нормой, у нас, к сожалению, еще это такой страх, ой, я не псих у меня там, я не дурной, я не, это не про дурной, и не про психо, мы друг для друга становимся психотерапевтами, и психоаналитиками часто, да, и часто чувствительность другого человека помогает нам самим увидеть свою проблему, потому что я, я же внутри процесса нахожусь, знаете, в эпицентре взрыва, а другой человек, и у него может быть другая чувствительность, вот как вы говорите про своего мужчину, да, то есть у него какая-то его история, я не знаю ее, но она позволяет ему это видеть, а возможно я это не вижу внутри себя, и тогда он говорит, слушай, знаешь, как бы ты это делаешь часто, подумай об этом, и я начинаю отслеживать, осознавать, думаю, да, действительно, это я делаю часто, и тогда я сама понимаю, благодаря моему мужчине, что мне нужна какая-то помощь. И важно здесь женщине не обижаться, потому что может еще возникнуть такой аспект, как вот он мне говорит, сразу обида, вот он оценивает, вот здесь очень важно включиться и все-таки услышать, что он хочет помочь таким образом, он месседж какой-то отправляет определенный, и действительно, вот как вы говорите, услышать это и начать как-то трансформировать Конечно, мужчина тоже должен бережно это говорить. Если, опять-таки, если он говорит это тыкая носом, знаете, как котенка, то это, конечно, тоже не здоровая реакция. То есть отношения это очень, это то, в чем мы можем либо вырасти, либо разрушиться. Вы знаете, мне очень нравится вот сравнение отношений, я как-то в свое время это ощутила, как поле, которое возникает, когда встречаются два человека, они образуют, ну, в буквальном смысле определенное энергетическое поле, пространственное поле, да, в пространстве ограничивают какое-то свое пространство, свое какое-то, свое место, территорию, да, поле взаимодействия, свою территорию, и это же тоже результат того, что, ну, есть какие-то поставленные уже границы внешние. И вот здесь, на старте отношений, и даже уже будучи в отношениях, важное ощущение такое, сохранять, что я впустила в свое поле человека, или я впустил в свое поле другого человека, и это осознанный выбор, и этому выбору стоит следовать, и нужно идти по пути уже уверенно, понимая, что я осознанно вступил во взаимодействие и взять ответственность за эти отношения. С человеком, да. Это и есть, по сути, наверное, взять ответственность. Это и есть ответственность, да. Потому что если вы уже решили быть вместе, то, ну, какие могут быть вопросы, какое может быть раздражение? Тут нужно уже как-то учиться трансформировать незащищенные границы и их устанавливать. Смотрите, здесь очень важно, да, то есть вопрос границ, это такой, ну, это базовый вопрос, как про ценность, про, ну, как бы то, что я говорила в прошлом, ну, в нашей, в прошлом женском аспекте, да, про базовую потребность. И если они нарушаются, то мы несчастны. То есть вот что происходит, когда люди, два человека встречаются, они любят друг друга, но у каждого из них есть, должно быть, свое личное пространство. Каждый может быть и без другого. Я могу быть счастлива и сама, и ты можешь быть счастлив сам. Но если мы любим друг друга, то мы принимаем вот это, как бы, решение быть вместе. И вот что происходит тогда? Если у человека не выстроены свои границы, то один может либо держать другого на дистанции и не впускать свое пространство. И как бы вот тогда мы чувствуем холодность партнера, какую-то, знаете, отчужденность. И мы думаем, он мне не доверяет, он меня не любит. Или она меня не любит. Не достучаться. Не достучаться. Или, допустим, когда все хорошо, хорошо, а когда там у нее проблемы, она раз, закрывается, не пускает. Или он, допустим, да, как в ракушку такую, раз, спрятался, и человек другой хочет помочь, а тот не пускай, то есть он не может принять эту помощь. Либо другая крайность. Люди начинают поглощать друг друга. То есть границы, это грань. Это вот, если это стол, то я знаю, что если я ударюсь об него, то мне будет больно, да? Да. Вот. Но человеческие границы, они должны быть гибкими. Так же, как тело наше, да? То есть наша кожа, она плотная, но даже если мы ударимся, мы не умрем, да? То есть мы можем, как бы, но мы можем и прикасаться, мы можем обнимать друг друга. Это тоже проникновение в границы, но это приятно проникновение, да? То есть, как бы, когда мы хотим, когда мы хотим, то есть мы принимаем это, то поглощение, это когда, это как съедание, да? И вот обычно соединяются люди, которые там склонны, например, к поглощению, и тогда они говорят, ну мы же теперь вместе, мы же теперь все единое у нас, у нас теперь уже нет тайн друг от друга, они могут друг другу вывалить все, что с ними было до этого, и там происходит каждую мысль, я знаю такие пары, когда все, мы теперь принимаем решение ничего не таить, и вот каждый рассказывает там про каких-то сексуальных партнеров, про свои эти, и другой говорит, да, мы так будем делать, а потом он понимает, что выдержать он это уже не может. Это сложно, да. И он подсознательно, то есть получается, как бы мы даем то, что человеку не нужно знать. Я всегда привожу телесные метафоры, поскольку я телесный терапевт, может быть, это не совсем понятно, да как бы вы не любили своего там жену или мужа, в туалет вы идете и закрываетесь, вряд ли вы берете с собой кого-то, да, то есть это такая, очень такая примитивная, но тем не менее, это же тоже наше пространство. Это, кстати, интересный аспект, потому что очень часто партнеры зубы чистят вместе, там и там в ванной, кто в ванной, кто не в ванной, да, то есть, ну, Как отдельные акты, они могут быть там в ванной вместе, в душе вместе, но это не должно быть привычкой, потому что это тоже кому-то, потому что это тоже кому-то, кому-то это уже может быть много, да, а другой говорит, ну, мы же типа договорились, мы же теперь обязаны, этого нельзя делать. Вот такие вещи, когда люди, вы чувствуете там от большой любви желание вот съесть, у кого-то, это точно нездоровое проявление, потому что сегодня, когда мы влюблены, может быть, мне это и нравится, но через год я скажу, слушай, уже все вот тут, это все равно, что, знаете, как бы, ну, вдвоем на одном унитазе, поэтому это у нас должно быть свое личное пространство, и вот когда у меня есть пространство, и у тебя есть пространство, и мы самодостаточны в нем, тогда сближаясь, мы можем быть очень, ну, как эластичными, да, мы чувствуем, когда помолчать, когда сказать что-то, но сказать так, чтобы не обидеть, когда вообще не сказать, когда, ну, предупредить, что вот это грань, и все, дальше не надо, но для этого нужно быть внутренне, как бы таким, ну, целостным человеком, и тогда вот это я называю строить отношения, это не так, что мы ввалились, как бы, да, как два чемодана на вокзале, и теперь каждый будет, люби меня таким, какой я есть, с одной стороны, мы хотим, чтобы нас любили, ну, важно быть собой, а не любить ему невроз, кстати, очень, очень точно сказано, я сам себе, я ответственен за свое пространство, я чувствую себя, я доверяю своим желаниям, или если я не хочу, я найду слова, мы все образованные люди, в большинстве, да, и мы можем подобрать слова, которые могут сказать так, чтобы человека не нарушить его пространство, не обидеть, и если я сделал все, чтобы я, мы знаем, когда мы, скажем, неправы, правильно, у нас же есть внутри вот это чувство такое целостности, и если я накосячила, искренне говорю, прости, я не, ну, перешла границу, извини, пожалуйста, но если я чувствую, что я ничего не сделала такого, чтобы обидеть специально человека, а человек обиделся, например, вот там муж сказал, а она взяла, и вот это в истерику упала, кстати, такое тоже бывает, такая излишняя чувствительность, он очень, он очень аккуратно, деликатно сказал, а жена в истерику, тогда это ее проблема, ее ответственность, ее ответственность, и тогда, если мужчина будет это терпеть, и говорит, что каждый раз он станет невротиком, что он будет бояться вообще что-то ей сказать, потому что она все время истерит, когда пары приходят, допустим, мужчина замкнутый, такой вот, например, ну, в его картинке мира нет такого, что с утра до ночи говорите, я тебя люблю писать на всех стенах, там, цветами укрывать, но это не значит, что он ее не любит, а у нее есть ожидание, что он должен это делать, почему сказать она ему об этом не может, и она ждет, когда же он это сделает, а он даже не знает, что она ждет, я учу, скажите, если вы хотите, чтобы вас муж обнял, скажите, дорогой, обними меня, пожалуйста, мне так сейчас очень нужно это, и это нормально, а она сидит и ждет, он меня обнимает, все, не любит, а если, не дай бог, он посмотрел куда-то на кого-то, все, трындец, это ревность, и все вот эти обиды, вина, ревность, стыд, жадность, зависть, раздражение, если они проявляются, это точно ваша проблема, если это у мужчины или у женщины, мы сейчас говорим про мужской аспект, то есть если я точно знаю, что я ничего не сделал, как бы для того, чтобы тебя обидеть специально, если это сделал случайно, ну, мы пробуем границы друг друга, тогда я говорю, прости, пожалуйста, я понял, и в следующий раз я уже этого не делаю, но если я точно ничего не сделал, и специально, и случайно, то тогда это твои проблемы, дорогая. Да, ответственность все равно на обоих, тут надо понимать. В отношениях всегда 50 на 50, в отношениях не может быть один виноват, а другой совершенно прав, мы ответственны за эти отношения, оба. Вы знаете, я еще вот завершая нашу интереснейшую тему, вспомнила о том, что есть еще очень хороший инструмент для соблюдения границ, вот я его использую, правда тоже сейчас щупаю, насколько можно много его использовать, это уединение, то есть мне очень часто нужно уединиться, чтобы написать сценарий к программе «Светлые отношения», чтобы подумать о теме, которую я буду обсуждать, либо что-нибудь еще, пописать свой блог, который я пишу, инсайты. Даже если вы ничего не делаете, вы имеете право на свое пространство, и это уединение очень важно соблюдать. «Все в потолок», это мое право. Есть четыре вида отношений. Отношения с самим собой, это я наедине с собой, и что я там делаю, это мое, вот я изучаю свои желания, нежелания и так далее, это отношения с партнером, я-ты, то есть я и я, я называю эти отношения, я и я, не я-ты, а я-я, то есть у каждого есть, и что-то мы приносим в это общее пространство, вот мое пространство, твое пространство, и мы вместе создаем нечто третье, появятся дети, и с каждым из них нужно будет строить отношения. Потом отношения с людьми, с обществом, первая группа — это семья, потом люди, это работа, это страна, и отношения, мы называем так, со Вселенной, с Богом, с чем-то выше человеческих. И мы не можем быть вне отношений, это мы все время переходим, то в одних, то в других, то в третьих. Если у нас на какие-то отношения нет права, значит проблема. Отношения с собой и с Богом, назовем его так, в этом Вселенной, это оно внешне может быть похоже, потому что это духовный уровень, когда я для себя определяю смыслы, ценности. Это тоже обычно, это может быть как вместе, так и с другими, но это важно для меня. Если у меня нет на это права, тоже проблема. Поэтому если у каждого вот эти четыре вида отношений существуют, и они гармоничны, я себя люблю, я себе доверяю, я могу, у меня есть ресурсы тебя слышать, видеть, любить, и находить компромисс. Не прогибаться, не ломать себя, а находить компромисс. Это значит слышать и понимать, что происходит. А если мы не понимаем, мы учимся, мы обсуждаем, говорим. И потом мы можем создать с тобой семью, то есть это уже группа людей, тогда мы будем слышать детей своих, и родителей почитать, и так далее. и тогда мы можем построить успешную страну, и можем быть духовными людьми, и каждый с собой, и вместе тоже. Это очень важно. Быть собой, и быть собой с другими. И ощущать свою ценность. Быть собой это и есть ощущать свою ценность. Мне очень нравится ваш подход, ваша концепция, и мастер-классы, и тренинги вы проводите в связи с этим, о том, что каждый человек должен стремиться ощущать свою ценность, и из этой ценности создавать отношения и создавать свою жизнь. К сожалению, у нас есть такая концепция, если я хороший, то ты плохой. Это неправильно. Или-или это неправильно. Я хороший, и ты хороший. И мы тоже, мы оба хорошие. И тогда мы у нас, я ценный, ты ценный. И тогда мы можем строить ценные отношения. Благодарю, Светлана, за такой глубокий и искренний разговор. Я теперь надеюсь, как можно больше людей будут ощущать свою ценность и создавать отношения с этой позицией. Сделать счастливым другого можно только, когда ты счастлив сам. Я желаю вам соблюдать границы своего внутреннего мира, беречь друг друга и себя в отношениях. С вами была Вселенная Светлая. Помните, светлые отношения создаем мы сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok